То есть вы считаете, как бы нормальный человек, который добровольно пошел, грубо говоря... Вот смотри, вот сейчас ко мне приедут ребята, там в ближайшее время, они сейчас находятся в госпитале, и с ними работают наши особисты. Наших там пытают. Согласны? Вы положили трубку? Марат, вы добровольно сюда пришли побеседовать со мной? Да. Вас кто-то заставлял? Нет. Почему вы отвечаете так, как надо мне, а не так, как надо ему? И мы узнаем, говорит ли он правду или нет. И у вас сейчас вот та вот ситуация такая двойная, потому что... Марат. Слушай, ну вот этот цель, зачем мы снять? Зачем вообще-то у парня пацана это посадить сюда? Потому что... Смотрите, опять какие-то провокации. Для чего? И примите, вы можете молчать, можете... Хотите с вами провести беседу? Просто мне сказали не разговаривать, поэтому быть осторожным. Вы меня тоже поймите, пожалуйста. Идите, умирайте. Слова Марата. Здравствуйте. Да, привет. Представьтесь, пожалуйста, у нас такая будет беседа очень интересная. С вами хочет поговорить, я так думаю, сотрудник ФСБ. И ваши фашисты сбросили туда фугас. И 300 человек сразу, детей. Ну сейчас, две секундочки можно? Нет. Добрый день. Здравствуйте. Как у вас дела? Все хорошо. Попрошу вас говорить громче, потому что вас будет плохо слышно. А меня громко. И будет у всех ФСБшников создаваться впечатление, что я на вас кричу. Понял, еле сказал понял. Можете говорить, Ирмыч? Да. О, супер. Представьтесь, пожалуйста. Я Алиев Марат Исматуладович. Дата рождения? 03-05-94. 03-05-94. Ваша должность, звание? Водитель КамАЗа. Звание сержант. Звание сержант. Город рождения? Республика Дагестан. Город Избирбаш. Избирбаш, Дагестан. Кто вы по вере? Мусульмане. Мусульмане. Верусал. Да. Вы не против, если я вам показывал, да, что на меня вышел некий человек, который рассказывает вот такую штуку? Добрый день. Да, Владимир, добрый день. Меня зовут Виталий Бородин, руководитель федерального проекта по безопасности в борьбе с коррупцией. Тут недавно видел видео, как ты допрашиваешь наших ребят, военнопленных. Один из ребят сейчас сегодня ко мне приедет, кого-то там допрашивал. Вот я хотел тебе пару вопросов тебе задать. Возьми трубку, будет интересный разговор. Как бы и дальше он пишет. Прочитайте. Вопрос один. Зачем, когда вы пишете ролики с нашими ребятами под стволами, держите? Или сначала избиваете, а потом пишите? Зеленский такую установку дает. Сколько вас раз сегодня избили? Ни разу. А вчера? Ни разу. А позавчера? Нет. Сколько вы видели? Сколько вы в плену? Пять дней. Пять дней. Там, где вы содержите, сколько раз вы видели автоматчиков? Ни разу. Вы в плену и не видели автоматчиков? Нет. А что вы видели из оружия? Ничего. Ну как, ничего? Вы же сами только что рассказывали перед интервью. Ну, пулемет видел. Пулемет видели? Какой пулемет? Дегтярева. Дегтярева. Где вы его взяли? Охрана показала. Охрана показала, принесла вам, потому что вы не видели его. Попросили, да? Да. Вы не против, если мы наберем этого Виталия? Нет. Спасибо. Так, у нас тут небольшой подготовительный момент будет. Мы должны, чтобы у нас чистота эксперимента завершилась нормально, мы это подснимем. Хотя, зачем, если я буду снимать? Да, добрый. Добрый. Меня Дмитрий, меня Дмитрий звать. Да, я Виталий зваю еще. Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос вот. Вы когда наших ребят записываете, зачем вы их сначала избиваете, а потом поставляете видео, давать интервью вам? Виталий, мы с какого момента перешли на «ты»? Вот мы как-то... Да, слушай, я спокойно к этому отношусь. Может, на «ты» называть, я как-то... С какого момента... Да пусть там девушка не парится, возьмете потом полную запись красивую, с видео, все будет хорошо. Спалилось. Не получилось. Да, так давайте поговорим на тему автоматов. Вот смотри, вот сейчас ко мне приедут ребята, там в ближайшее время, они сейчас находятся в госпитале, и с ними работают наши особисты, которых сейчас, вот, которых сейчас, вот, последних, вот, обменяли. Один из них, я лично занимался им, чтобы сюда, его обратно вернуть. Вы там назвали родственникам, твой коллега, твой друг, звонил родственникам, как бы там, и стало ряд условий. Не буду говорить про кого, потому что, как бы, у Вечхарбе потом могут возникнуть проблемы. Потому что вы им создаете такие условия, вы их сажаете под интервью, берете у них интервью, а потом, когда их сюда возвращают, соответственно, наши службы, как бы, проводят, как бы, проверки по поводу. И вот один из парней, вот, как бы, его родственники говорят, что вы дали, сначала, извините, матом скажу, блюды, а потом посадили под камеру, как бы, я считаю, что это неправильно. Я тоже считаю, что это неправильно, но чтобы у нас был корректный разговор, назовите фамилию этого человека. Не буду называть, по одной причине, потому что сейчас, на данный момент, это проверка по вашему, по вашему видео. Тогда можно сказать тоже в своем... У меня такой вопрос, а для чего вообще делаете, объясняю, как бы, вот вы их записываете, для чего? Для чего? А вы можете сами подумать и ответить на вопрос, для чего? Ну, вот, ваша версия. Ваша версия, для чего мы это делаем? Нет, я вас прошу, для чего вы записываете вопрос, для чего? Ну, у меня есть ответ на этот вопрос. Ну, как бы... А зачем? У нас получается не совсем корректная беседа, потому что вы говорите, что кому-то там дают пи***, и не говорите, кто этот человек. То есть, вы хотите сказать, что вы сажаете наших ребят, они спокойно, добровольно садятся, с вами общаются, расскажут, что их, как бы, кто-то там отвез, увез, там, кинул, там, на какие-то передовые позиции, там, и заставил вообще идти служить куда-то. То есть, вы считаете, как бы, вот, нормальный человек, который, там, добровольно пошел, грубо говоря, в армию, будет рассказывать вот такие вещи? Вы думаете, это невозможно? А вы обратили внимание, вот я сейчас, специально, на видео, ваше, вот, которое, ваше задержанное. Да. Никто им никакие новодящие вопросы никогда не задает. Смотрите, а давайте мы сделаем очень прикольную историю, чтобы вы потом не говорили, что кому-то дают пи***, как вы говорите. Здравствуйте. Да, привет. Представьтесь, пожалуйста, у нас такая будет беседа очень интересная. С вами хочет поговорить, я так думаю, сотрудник ФСБ. Я, Алиев Марат Исматулагович. Как зовут? Я, Алиев Марат Исматулагович, 03-05-194 год. Марат, скажи, пожалуйста, тебя избивают, там, а то что тебе приметились к силу? Нет. Тебе относится к нормальному? Да. Ну, в принципе, можно кемер от него убрать. Не, 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 давайте подождите. Марат, расскажите, почему мы вчера с вами не записали интервью? Не было интернета. Да, потому что вы бомбите мирные города и поломали везде интернет. Марат, вы добровольно сюда пришли побеседовать со мной? Да. Вас кто-то заставлял? Нет. Почему вы отвечаете так, как надо мне, а не так, как надо ему? Как отвечать? Отвечайте, как есть. Потому что вы сейчас отвечаете правду, а его эти ответы не устраивают. Послушай, я разговариваю с вами, а не с Маратом. Мне интересно поговорить с вами. Вы, например, спросите его, сколько он видел автоматчиков. Вы же написали конкретный список вопросов, которые вас интересуют. Марат, сколько вы видели автоматчиков? Он знает, он знал про то, что в беседе будете участвовать вы. Он это знал. Что, я? Я знал? Он, он знал. Я ему сказал. Он? Да, я его спросил на разрешение. Вы не против, если мы позвоним вот этому Виталию, который обвиняет нас в каких-то пытках военнопленных? Он сказал, не против. Марат. А, слушай, ну вот этот цирк, зачем ему следить? Зачем вообще-то у парня пацана это посадить сюда? Потому что, потому... Смотрите, потому что это не провокация, и это не цирк. Мы сейчас дальше будем брать у него интервью. Если вы хотите поприсутствовать, у меня телефон заряжен, интернет починили. Вы можете полностью потратить там 40 минут времени, и услышите, как он будет отвечать на наводящие вопросы, которые... Вот, ну, у нас интервью, вы же видели, да? По часу, там, по полтора часа. Они вообще никому это интервью не нужны, абсолютно. Ну, хорошо. Вы думаете, на ваш интервью есть какие-то реакции? Ну, нету и хорошо. Ну, в чем проблема? Ну, как бы это, это такое, ну, это записка для себя, я так понимаю, интервью. Я просто хочу поговорить с вами, а, Марат, откуда, скажи, пожалуйста, сам? Республика Дагестан, город Избирбаш. Салам алейкум, брат. Салам алейкум. Все рядом, как говорится, и все будет хорошо, не переживай. Иншалам. Если есть возможность, передай родственник, как говорится, сейчас вот, в любом случае, увидит там. Что ты хочешь сказать, как бы, передай. Ну, брат, держись, мы рядом с тобой, не переживай. В любом случае, будешь дома и даже не обсуждается. Я вам предлагаю принять участие, потратьте, пожалуйста, 30 минут времени и примите, вы можете молчать, можете, хотите сами провести беседу? Вот проведите сами беседу. Вы же понимаете, смотрите. Видите, что наш парень, как говорится, вы сидите, там, 10 человек, там, потому что, ну, давайте сделаем так. Вот представьте картину такую, следующую. Мы вас ловим, вот наши военные вас поймают. И что вы будете говорить потом, вот, допустим? Вот вас так посадят 10 человек, окружат с камерами, там, с автоматами, блядь. И что вы будете говорить, вопрос. Виталий. Вот представьте, вы сейчас, представьте, что вы сидите на месте нашего парня. Вот как бы вы себя вели? Виталий, ваш выход. Сколько вы видели автоматчиков за последних 5 дней? Марат. Марат, извините, пожалуйста, Марат. Нет, ну, почему? Нет, он сам по себе такой пришел, только шел по улицам и сам по себе пришел. Нет. Я хочу, что я не сделаю интервью, да? Смотрите, вы сейчас находитесь в интересной ситуации. Вам дается эксклюзивная возможность поговорить с военнопленным, узнать все, что вы хотите. Я могу выйти из кадра, вы с ним будете беседовать. И у вас получается вилка, двойная ситуация. Отказать будет некрасиво, потому что вас никто не поймет, потому что происходит запись. Как это, типа, не поговорил со своим. А второе, наверное, будет какая-то неудобная правда. Марат, как вы попали в плен? Расскажите, пожалуйста, эту ситуацию, эту историю. Я ехал на КамАЗе водителем. Это в какой области было? В Луганской области. В Луганской области. Какого числа? 24-го. 24-го. Да, расскажите, вот последний день ваш. 24-го октября. 24-го октября утром поехал, заправился. Ехал обратно в село, где мы стояли. В итоге на КПП остановили нас. Думали, что вы кашеньки. Оказалось, что это... На каком КПП? Не помню город. Не, да как вы там оказались? Или вы не туда поехали? Мы туда поехали, просто это село взяли утром, оказывается. А, вы за время поменялось? Мы рано утром уехали оттуда. Да, а потом, пока заправились, пока свои дела сделали, в обед уже это село было не наше. Ну, как нам сказали. А что вам не сообщили по рациям? Мы не доехали до туда. Нет, имеется в виду, село стало не ваше. Вам должны были сообщить новую обстановку, и вы не должны были туда ехать. Так мы не доехали до села, мы не знаем. Там были наши, не были наши. Нас по дороге просто остановили. Мы думали, что вы кашеньки наши. Все, мы говорим, свои. Они говорят, а, все, свои. И все, начали стрелять по КАМАЗу. Легли мы. Ну, я слазить с КАМАЗа, поговорить, что мы свои, что это. И он подумал, наверное, что я за автомат потянулся или что. Начал стрелять по КАМАЗу. Мы легли на пол. Сколько вас человек было? Трое. В плен взяли сколько человек? Троих. Все трое здесь? Да. Мы можем сделать еще интереснее. Я сейчас выйду из кадра, а вы поговорите с ним. А потом я попрошу, приведут второго и третьего. Они же не были на интервью еще? Нет. И мы узнаем, говорит ли он правду или нет. И у вас сейчас вот та вот ситуация такая двойная, потому что я записываю, записывают экран, и вам, как представителю Рашки, надо с ним поговорить. Я выхожу из кадра, а потом мы поговорим с вами, если вы не против. Марат, там звонила ваша мать, мы потом перезвоним. Как отношения обратно в целом, как к этому относишься? Нормально, все хорошо. Держись, нормально, все, не переживай, все будет хорошо. В любом случае, как говорится, добьемся того, чтобы ты был обратно дома, не переживай. Мы рядом, и, как говорится, будем поддерживать. Спасибо. Я сейчас не буду сейчас вопросу задавать, откуда ты конкретно родом, потому что сейчас записываюсь, я имею в виду, с какого-то района, с села. Он назвал уже населенный пункт, назовите, это одно из условий. Смотрите, просто для него попасть на интервью, это шанс быть обмененным. И он это понимает, поэтому они к нам идут добровольно. Да пусть девушка не эта, я дам, скину вам запись со всеми вставками от полного лица. Дмитрий, возьми телефон, пожалуйста, я хочу пообщаться с тобой. Ты как-то сделал неправильно, мы с тобой договорились, что мы будем с тобой общаться. Мы начали общаться, смотрите, мы начали общаться, вы стали меня сразу обвинять в том, что их пытают и их бьют. Я просто знаю, что это не так. Вы бы мне не поверили, потому что вы называете... Слушай, у нас сейчас разные ситуации, ты находишься там, и ребят с тобой находятся там. Соответственно, как бы, я думаю, что там рядом с тобой вооруженные люди, наверное, находятся, сто процентов. Эти ребята... Марат, есть вооруженные люди? Послушай, ну вот давай... Смотрите, давайте сделаем вот так вот. Я вам показываю, где я нахожусь. Здесь, безусловно, есть один человек, конвоир. Конечно, конечно. И там еще люди стоят. Хорошо, пусть стоят. Суть не в этом. Я просто думаю, что... Зачем вы вот это вот делать, для чего объясняете? Для чего делаем что, интервью? Ну, конечно, вот эти записи ребят. Мы делаем интервью, потому что Марат это наш враг. Вы с этим согласны? Марат враг? Ну, он оккупант, он пришел на территорию Украины убивать наших людей. Он пришел убивать украинцев. Он ездил по Украине с автоматом. Я тут как-то говорю неправильно что-то. Марат, представитель оккупационных войск. Мы записываем своего врага. По Женевской конвенции имеем на это полное право. Он добровольно дает согласие на запись и публикацию этого интервью. Понятно, все ясно. Так а что не так? А ты обрати внимание, мы кого-то пишем, мы записываем, выкладываем в социальные сети и просим дискредитировать органы власти ваши, вплоть до вашего Зеленского и всех остальных. Да при чем тут наш Зеленский и все остальные? Разница, знаете, в чем будет в этих интервью? В том, что наши люди, наши защитники нашей страны, которые у вас в плену, они защитники и были у себя дома и ни на кого не нападали. И им что-либо предъявить или спросить, ну вы не сможете. Я видел эти нарезки, которые делались выборочные с нашими пленными. Вы думаете, я не видел этого? Видел. Ну это же не живая беседа. Это не видно... Я у тебя такой вопрос. А почему ты вот 14-15 год, где-то был 16-й год, когда в ДНР убивали детей в Донбассе? Вы хотите поговорить на тему ДНР? Я тебе к тому, что я прошу, почему ты об этом не снимал и об этом не говорил? Посмотрите, у нас на канале ролик, называется «8 лет Домбили Бонбасс». Вот так и называется. 8 лет. У нас на канале, он тоже набрал много просмотров, где показано, как РФ входило на территорию Донбасса. Кто обстреливал, кто стрелял. Там документальная хроника. Многие, кто смотрят, у них переворачиваются взгляды, мысли. Кто такой Моторола, кто такой Стрелков, что такое Русская Весна? Это все там разложено, я не хочу вступать в полуторачасовую беседу и полемику, которая не приведет ни к чему. Ну, то есть, про детей-то не хочется ничего сказать. Давайте поговорим про детей. О каких детях идет речь? Ты не знаешь, что там есть памятник про детей, которых убили, аллея, про него в городе? Помните, в Мариуполе театр, где было написано большими буквами дети, и ваши фашисты сбросили туда фугас? И 300 человек сразу, детей. Видите, у вас просто там, где неудобно, вы это не слышите, и надо разобраться. Вам кинуть ссылку? Ну, присылаю, посмотрю, обязательно присылаю. Пришлю. Смотрите, у нас основная тема вашего, ну, такого, диалога ко мне, это почему военнопленные под дурами-автоматом, под пытками дают интервью. Посмотри, вопрос такой вот, ну, ты считаешь, ты считаешь, что люди, которые будут там, ребят сажать, в наших, то есть, как бы, понятно, что сейчас, на данный момент, вот, ребят, которые рядом сидят, они, конечно, скажут все, что угодно, послушай, и убийства Кеннеди признаются, поверь мне. Ну, вот если тебе, значит, завтра военный, пойму. Так, интернет. Молчи, ждем. Вы признаетесь в убийстве Кеннеди? Марат, может, это были вы? Опять нет. Как это нет? Ваша мать звонила, сейчас восстановится интернет, вы с ней поговорите. Вот такое у вас, короче, интервью получилось. Не знаю, прикольно или нет, но... Все нормально? Да. Почему он врет? Не знаю. Давайте поговорим, пока восстанавливается связь. Давайте поговорим на эту тему. Он врет? Я не знаю, кто это. Это человек представился, как Виталий Бородин. Вот его фотография. Вот он. Вот он говорит, что вы под дулом автомата с нами разговариваете. Нет, пришел сам. Говорите, Оромчик. Прошел сам. Почему вы сюда пришли? Зачем вы сюда пришли? Зачем вам это надо? Давайте мы вот ответим этому товарищу Бородину. Попасть в списке. Да, расслабьтесь. Вы будете в воду? Дать воду и выпить? Нет, нет, спасибо. Попасть в списки. Попасть в списки. Вот, связь восстановилась. Причувствую. Не берет. Попасть в списки. Ну, как бы мы же 10 раз говорили о том, что списки формируют военные, которые за это отвечают. А это интервью, по сути, помогает, чтобы там вас увидели, что вы жив-здоров, и вас можно забирать. Вот цель этих интервью. Почему этот человек не понимает? Мы как бы не понимаем, почему он не понимает. Почему он не может поверить, что вас не держат под дулом автомата? Почему он в это не может поверить? Не знаю. Ну, давайте предположим, почему так? У каждого свое мышление. Я не знаю, почему он так. Ну, потому что у вас так работает. То есть, по сути, когда он говорит о том, что вы под дулом автоматов, это он подтверждает то, что наши находятся под дулом автоматов. Утверждая, что вас пытали, он доказывает то, что наших там пытают. Согласны? Ну, потому что у него по-другому в голове, то есть у него другого варианта быть не может. Не берет трубку товарищ ФСБшник или как там у Виталий. Что-то набирает. Когда человек не знает, что есть другие варианты, у него в голове складывается только один вариант. Ну, понимаете, про что я говорю? То есть, у него других версий, вариантов в принципе не может быть. И это не есть правильно. То есть, утверждая эти факты, он, по сути, утверждает то, что так и есть. У него даже в голове не может возникнуть вариант того, что вы действительно пришли сюда добровольно. Действительно, что вас в плену не пытают. Сколько вас кормили сегодня? Вас кормили сегодня? Нет. Нет? А что? А еще не было? Ну, он там что-то набирает? Давайте позвоним вашей... Она звонила уже три раза. Добрый. Здравствуйте. Да, добрый. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Ваш сын в плену, он находится рядом со мной. Мы сейчас у него пробовали взять интервью, ну, берем интервью. Вы с ним будете разговаривать? Это можно? Можно. Я вас должен уведомить, что разговор будет записан и опубликован. Вас это устраивает? Я надеюсь, вам во вред ничему не пойдет? Вообще нет. Ну, то есть... Я вынужден вас спросить, потому что у нас правовое государство. Если человек не хочет быть опубликован и записан, то... Ну, мы закончим разговор. Кто мой сын говорит? Да вы с ним поговорите сами, если хотите. Будете говорить? Берите, разговаривайте. Привет, привет. Вы дали согласие на записи публикации? Сейчас, две секундочки можно? Нет. Нет. Вы или даете согласие, или не даете. Через две секундочки так не работает. Что говорит мой сын? Он будет говорить со мной. Он имеет в виду, он добро дает мне. Ну, он два дня хочет с вами поговорить, просто вчера не было интернета. Сегодня он тоже пришел. Просто мне сказали не разговаривать, поэтому быть осторожным. Вы меня тоже поймите, пожалуйста. А кто вам сказал не разговаривать с собственным сыном? Как это работает? Нет, 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 нет. Имеется в виду, чтобы запись не ввелась. Это чтобы во вред нам не пошло. Вы, надеюсь, вы меня понимаете, да? Не понимаю. Нет. Ну, я не понимаю, потому что это ваш сын. Вы его мать. Вам кто-то угрожает тем, что пойдет разговор сына с матерью во вред? Говорят так, да. Это нормально? Не знаю. Я сейчас в ступоре, я не могу понять, что можно сделать, что делать. Марат, я задам вопрос от имени матери. Вы будете с матерью разговаривать? Ну, если он не хочет, то нет. Вы слышали, что он скажет. Да. Скажите громче. Ну, если не хочет, то нет. Давайте я буду говорить со своим сыном. Разговор записывается и будет опубликован. Я в шоке, короче. Марат. Я. Как там? Все? Скажи, никаких этих нету, чтобы... Все хорошо. Все. Ты поняла. Ну, держись, маме, что теперь делать, а? Все будет хорошо. Мы... Вы положили трубку? Ну, она перезванивает. Вы успокойтесь. Он сейчас попьет водички. Потому что... Вот он просто мужчина, они поможут, как бы этот самый... Как там условия, как бы этот самый... Не потекняются ничего, все нормально? Да нормальные условия. Они... Их никто не бьет, не мучает. Они спят в сухом помещении. У них есть душ. Они, в отличие от ваших солдат, моются в воде. Потому что ваши по месяцу бегают и никак не могут найти, где помыться. Они попадают в плен, они... У меня, услышите, у меня нету ваших, наших. Мне все дети. Вы понимаете меня? Я понимаю. Вы можете... Смотрите. Успокойтесь. Он просто... Посмотри, там вода должна стоять. Я прошу вас. И вот спокойьте, мы будем делать все. Писать, мы пишем письма и все такое. Мы делаем это все. Я просто... Просто боюсь того, чтобы как бы мое какое-то слово не навредило как-то. Ну вот подскажите сами, это будет так вот плохо для нас? Да не будет вы, мать, которая можете поговорить с сыном. У нас цель того, чтобы вы связались и увидели, что он живой и здоровый. Чтобы он вам сам своими языком рассказал, кормят его, бьют, мучают, не мучают. Вот как будет говорить, так и будет. Я сейчас специально ушел. Я хотел покурить. Он расстроился. Ну, у него эмоции, как бы. Поэтому... Вы успокоились? Да. Во, все. Давай. Огонь. Амуль, не переживай. Все хорошо у меня. Меня убедил этот Дмитрий. Сказал, ну, будем делать, будем работать. Мы, правда, поздно об этом узнали. Очень поздно узнали. Жаль, конечно, что так получилось. Но что делать? Правда же? Держись. Я надеюсь, там все нормально. Все хорошо. Все хорошо. Я надеюсь, что мы скоро с тобой увидимся. Все. Все. Люблю, товарищ. Купи, вот. Вы довольны? Да. Цель достигнута? Да. Спасибо. Два дня мы шли к этой цели. И тут еще и свет выключили. Мне же очень интересно поговорить на тему вот этого вот. Вот этого Виталия. Который все пробует доказать, что вас пытают. Почему у вас у всех такое мнение? Давайте чуть-чуть вернемся. Вы служили в какой воинской части? Ну, уже хотя бы, чтобы было какое-то нескомканное интервью. Хоть как-то, потому что он, вот, Виталик этот не берет трубку, не берет, а с ним бы договорить хотелось. В какой воинской части вы служили, в каком городе? В 81989. В 81989. Ничего не говорит, это в каком городе. Воронежская область, город Бабучар. Это не там, где был вот этот расстрел, там, где тренируются? Нет. Это не там, да? Нет. Слово просто знакомое. Служили вы контрактником? Да. Когда вы подписали контракт? В 17-м году. В 17-м году. Много людей из части поехало участвовать на войне? Человек 7. Человек 7. Из них были 200-е, 300-е? Нет. А чем часть занимается? Что это за часть? Отдельная часть, отдельная, противотанковая дивизион. Это у вас танков много, да? Нет, гусянок, гусянок много, МТУБ. А, противотанковая. Это вы что делаете, ну, дивизион ваш? С ракет стреляем. Стреляете с ракет по танкам? Да. Техники много в части уехала на войну? Две единицы. А, остальные, да? Нет. Все на месте? Да. Ну, 10, 20, 50, 100. Я же не знаю. 100 штук? Ну, где-то половина. Половина уехала? Да. Нет, лет 50. 50 штук? Да. Еще 50 есть в унисской части? Нет, уехали пару штук, остались где-то 50. 50 осталось? Вся на ходу, вся ездит? Да. Понятно? Да. Значит, в нашем военном есть еще на чем работать. Как вы оказались на Украине, почему вас отправили? Отправили на КамАЗе. Отправили на КамАЗе? На КамАЗе. Когда вас отправили? 16 октября. 16 октября. А в плен вы попали 24-го еще? Да. Это, типа, 10 дней вы повоевали. Много, но... Как оказалось, достаточно. Вас готовили к тому, что вы будете? Вы были водителем, развозили? Что вы везли и откуда, и куда? Что так получилось? Продукты, одеяло теплое. Вы поехали на одну базу, загрузились, ехали назад, но там уже были наши. Правильно? Понятно. Ну, как бы вы за 10 дней-то, по сути, ничего глобального и не увидели, наверное? Или видели войну как таковую? Убитых? Нет. Они из-за руля не вылазили. Да. Кому нужна эта вся война? Не знаю. Вам нужна? Нет. Вам не нужна. У вас вы ехали сюда за деньгами, получается? Сколько вам сказали? 200. Вы рядовой сержантский состав. Ну, где-то 220 тысяч у вас должно было выходить. Два оклада, плюс боевые. Ни разу еще не проходило. Ну, сколько, говорили, должно быть? Ну, не знаю, я не за деньгами приехал, я сказали поехать, отвезти приехать. Я в силу поехал. Не-не-не, ну, когда еще в части. А, сколько приходят люди? Да. Не могу точно сказать. Да не надо. Где-то в районе 200, наверное. 200 приходят. Ну, и вы сюда поехали за бабками. Убивать другой народ. Убедите меня, что это было не так. Или вы ехали защищать детей Донбасса? Как вот там Виталий накидывал. Нет. Поставили задачу отвезти. Понял, за деньги. Ну, как бы, категория за деньги. Потому что тот, кто не хочет ехать, он отказывается и не едет. Разрывает контракт и не едет. Или находит причину, которая позволяет ему не ехать. Согласны? Да. Ну, как бы. Так. Можете, если хотите, обратиться к согражданам? Надо сюда идти? Не надо сюда идти? Да у каждого голова на плечах есть. Идите, умирайте. Слова Марата. Ну, правильно? Ну, вы же только что сказали. Нет, я имею в виду, что каждый отвечает за свою жизнь. И кто-то понимает, просто кто-то рано понимает это, кто-то поздно. Вы понимаете, что вам повезло? Да. А какой еще был вариант? Печальный. Печальный. Выключай. Проблема в том, что я в начале интервью не зря спросил, Марата, кто он по вере? Он мусульманин. У них с ложью очень поверен, да? Лгать нельзя. Поэтому, товарищ Виталий, вот такая у нас история получилась. Не знаю, может быть интересно, может не интересно, но интервью получилось скомканно. Поговорить о каких-то высоких материях не получилось, но получилось, как получилось. Тоши. Печ gratuit. Печ Pain. Так что... Тоши. Печ с Такой,ations. Пусть склада. Печ 술UMы radian. Ама буй. Печ, давно здесь. Продолжение следует...